Всем доброе утро! Начинаю новый влог. Дочка вчера уехала в Москву по своим делам. И мы с Денечкой на неделю остаемся вдвоем. Сейчас мы собираемся в садик. Где наш Денечка? Денечка, привет! Привет, привет! Доброе утро, всем скажем! Пойдем одеваться? Пойдем? Ну что, мои хорошие, Денечку я отправила в детский сад. Сама уже дома там постирала чехол на диван. Начала борщ варить, капуста нужна. Иду не в магазин, а иду в палатку за овощами. Там дешевле и есть выбор. Можно выбрать хорошего качества продукта. Помидоры какие хочешь. И разные тут овощи есть. Все, что хочешь. Сейчас будем выбирать. Ну вот, девочки, я пришла домой, принесла продукты, разложила, решила вам показать. Вот я потратила всего 333 рубля. Но цены у нас вообще дешевые. При том, что я не самая дешевая брала, вот, например, помидоры, вот эти по 80, розовые. А мелкие по 70. А если такие, которые красные, то там, начиная от 20 рублей, 30 рублей, разные есть. Ну, я один взяла, одну свеклу, это для борщика. Перец болгарский, правда, не помню, сколько стоит. Ну, вот дынька 30 рублей килограмм. Дыньку еще взяла. На борщ все взяла. Вот кабачки по 35, такие хорошенькие. Даже по 25 были, но там нужно было чуть-чуть обрезать. Ну, я беру обычно хорошие продукты, мне нравятся. В общем, все дешево. Взяла на икру, на борщ, все, буду сейчас готовить. Борщик получился очень вкусный. И икра из кабачков получилась замечательная. Была бы дочечка сейчас здесь, вот ей бы и понравилась как раз ее любимая еда. Ну, в общем, все уже остыло, убираю в холодильник. Скоро в садик надо идти за Дынечкой. Последние теплые деньки и остались. Мы с Дынечкой вот едем в детский сад. Конечно, бабушка на коляске везет Дыню, потому что он тянет куда-то. На площадку ему хочется с утра, да еще куда-то. Поэтому мы его раз и в коляску. Погода сегодня хорошая. Солнышко еще светит, еще тепло. Ну, ветерочек так чуть-чуть прохладненький. Днем будет опять же от 27-28 градусов. Парень, скажи привет. Денька, задумался. Привет скажи. Не хочет, он не в настроении. Да? Подарил нам улыбочку с утра. Все, поехали дальше. Еще раз всем доброе утро. Дынечку я в садик отвела. И сейчас собираюсь завтракать. Ну, я уже по дому шуршу, уже искупалась. Привела себя в порядок. Умытая такая. Девочки, что я хочу вам сказать. Я в последнее время набрала несколько килограммов лишних. Поправилась, короче говоря. И сейчас я решила опять начать немножечко диетку пособлюдать. Потому что я себе позволила в последнее время очень много там и сладостей, и сдобу, и жирное мясо. В общем, короче говоря, съехала с диеты. Сейчас хочу немножко опять снизить вес. Потому что у меня уже там штаны еле застегиваются. В общем, некомфортно. Поэтому я не буду на этот раз зацикливать ваше внимание на своем похудении. Просто хочу вам показать, что я буду есть. В принципе, на завтрак, обед, ужин. Но вот сегодня, допустим, покажу вам, что я ем. Все мои блюда, которые я уже готовила, вы уже знаете. Они у меня есть в предыдущих видео. Можете посмотреть по раздельному питанию. В общем, особо нового ничего не будет. Вы в прошлый раз мне просили, чтобы я вам показала свое дневное меню. Меню будет немножко там меняться. Но сам принцип, сам смысл, в общем-то, я вам так расскажу. На завтрак я кушаю всегда овсяную кашу. Но можно самим варить ее. Но, честно говоря, мне овсяная каша самой варить не хочется, неудобно. Я предпочитаю вот эту. Она самая такая вкусненькая. Тут всегда есть в пакетиках какие-нибудь там сухофрукты. Вот на данный момент у меня тропические фрукты попались. Но там разные есть фрукты. Это не на сливках, это на воде. И все, я высыпаю в мисочку, в чашечку вот эту кашку. И заливаю кипятком где-то 150 миллилитров. Вот так. Три минуты она постоит. И можно будет кушать. Вот такой у меня завтрак. Ну, вообще овсянка это углеводы. И здесь небольшая порция. Овсянка вообще полезна, особенно для женщин. И потом углеводы утром, они дают нам, придают нам сил на целый день. Ну, вот советую и вам тоже овсяночку кушать на утро. А еще, девочки, я вам хотела сказать, я все утро пью растворимый кофе. Ну, растворимый. И туда одну таблеточку сахарозаменителя кладу. Почему растворимый? Ну, во-первых, удобно. То, что растворять можно его не только в кипятке. Вообще в кипятке не рекомендуется. А можно его растворить в теплой, прохладной даже водичке. И еще почему растворимый? Потому что я сейчас снижаю холестерин. Если у меня появляется лишний вес, то уже, значит, у меня повышается холестерин. Молотый кофе можно пить, но только вот с такими вот пакетиками бумажными. Но мне удобнее растворимый. В общем-то, растворимый при высоком холестерине пить можно. А молотый только через бумажные пакетики. Так что вот так вот. Ну, кофе пью несколько чашек, где-то часов до трех, до полчетвертого. Потом уже не пью, потому что уже потом уснуть не смогу. Ну, вот пришло время обеда. И что у меня на обед? Девочки, самое универсальное блюдо для тех, кто хочет похудеть, для тех, кто хочет снизить холестерин и так далее. Это борщ. И потом самое вкусное и горячее в то же время. Ну, вот я вчера сварила борщ. Вы видите, здесь ни жиринки не плавает. Я сделала зажарочку с небольшим добавлением растительного масла. Мясо я сварила отдельно, бульон слила. И потом мясо уже положила в борщ. Ну, уже когда доваривала борщ, мясо сюда вернула. Поэтому с мясом, овощи вареные с мясом и в то же время не на мясном бульоне. Но это для снижения холестерина. Потому что у кого высокий холестерин, тем мясной бульон не разрешается. Поэтому борщик покушать с удовольствием. При том, что можно порцию поесть даже большую. Ничего страшного. Здесь нет ничего, от чего поправляются. Вот так вот. Ну и хлебушка, может быть, один кусочек съем. Если можно, без хлеба. Попробую, если захочу, без хлеба. Но так как здесь мясо, мясо люблю с хлебом. Поэтому один кусочек хлебушка съем. Хлеб со трубями. Ну вот борщик я нагрела. Положила немножечко сметанки. И, кстати говоря, один кусочек хлебушка. Ну хлеб сейчас у меня белый. А вообще я беру всегда трубной. А вот мясо, видите, положила я вот. Где-то примерно 150 грамм в день мяса можно есть. Вот это как раз примерно такая вот порция. Это свинина постная. Но вообще лучше, конечно, брать, может быть, индейку. Или птицу без кожи. Там вообще меньше всего холестерина. Ну небольшое количество свинины постной или говядины можно. Но не часто. Девочки, пока у меня тут стирка происходит, решила в ванной прибраться. И вот смотрите, тут я увидела в уголочках черный такой, это черная прессия. Сейчас я попробую от нее избавиться. Но я знаю, что 100% от этого помогает это доместос. А сейчас я попробую вот этот вот антиналют, который я уже пробовала. Который очищает ванну. Я попробую сейчас этим средством побрызгать. А потом, если оно не поможет, тогда доместос. В общем, прошло 3 минуты, как положено. Известковый налет снял антиналет. Он сделал свою работу. А вот черную прессию не удалил. Поэтому берем доместос. Обычный доместос. На губку. И доместосом теперь надо вот это вот так помацать. Все вот эти вот швы. И оставить на какое-то время. Вообще, вот эта квартира съемная. Я не знаю, здесь вроде бы ремонт такой хороший. Придко тут хорошо положено. Но мне приходится щеткой. Вот здесь такие щели пооставляли. Поэтому там прессия не собиралась. Другую щетку не нашла. Вот эта щетка неудобна. Вообще, щеточкой мне, конечно, нужно еще потереть. Ладно, в общем, справимся. Девочки, хотела просто кулики помыть. И коврики постирать в ванной. И начала. Ванну уже помыла. Сейчас умывальник. Унитаз уже. И коврики сейчас достираются. Постилю. В общем, будет чистенько. Ну, как говорится, вроде кажется чуть-чуть. Начинаешь. И пошло. Поехала. Вот. Но я уже постельное белье поменяла. Постирала. Одеяло постирала в стиральной машинке. Кстати, ничего. Нормально постиралась. Вот тут оно сохнет. Оно досыхает. Уже в уловке освободило. А это одеяло синтепоновое. Поэтому оно нормально постиралось. И отжалось. В общем-то, не было сильно тяжелым. Там или мокрым. В общем, нормально. Ну, все. Сейчас ванну уже доубираю. Стирка закончится. И буду отдыхать. Лягу телек смотреть. Потому что что-то вроде как чуть-чуть-чуть. И понеслась. Как говорится у нас. Вот такие мы девчонки. А то я вам показываю все время, что я позавтракала, что пообедала. Кажется, что у меня между завтраком и обедом больше нечего делать. Ну, ладно, девчонки. Не хочу вас утомлять своей уборкой. В общем, все закончу. Потом будет что-нибудь интересненькое. И я тогда включусь. Сразу хочу попросить прощения за качество, девочки. Я снимаю сейчас этот влог на телефон. Потому что у меня телефон всегда под рукой. Я раз его включила, быстренько сняла. И все. Поэтому, если качество не очень хорошее, не обижайтесь. Камера у меня есть, она работает. Просто мне сейчас удобнее снимать на телефон. Ну, вот пришло время перекуса. Или это полдник. Ну, у меня на данный момент это семга с хлебушком и огурчик свежий. Вообще, семга с хлебом, это как бы не раздельное питание. Но семгу надо доесть. Ее дочка покупала. Поэтому сегодня будет семга. А вообще, можно на полдник съесть, например, творог с фруктами. Или вареное яйцо там с овощами. Ну, в общем-то, вариантов много. В общем, такой легкий перекус. Играешься? Ну, играй, играй. Вот мы играем. Вот такой у нас вечер с Денечкой. Покажи Дене. Вот, Деня смотрит маминой фотографии. Мама в Москве, а Денечка сидит, уже искупался. И смотрит маминой фотографии. Так что мы тут с Деней не скучаем. Бабушка телевизор смотрит, да? Деня рассматривает маминой фотки. Смотри, да? Ну, полистай, полистай. Покажи картинки. Какие там фотографии? Покажи, обезьянка. Ой, Кривляха. Ты Кривляха, да? Кривляшка. 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 Вот так. Вот маминой фотки. Сидит такой, листает. Вот никакие другие книжки не интересны, как вот эта, да? Самая интересная книжка. Самая интересная книжка, да? Для Дени. Самая любимая книга, скажи. Вот. Покажи. Что там, мама там, да? Мама, и вот тут мама. Ну-ка посмотрим, да? Вот мама тут везде. Мама с Деней тут, да? Да, мама с Деней там. Вот какие картинки красивые Деня рассматривает. Да, да. Скажи, это я, скажи. Это я с мамой. Да. Что ты там смотришь? Лежит такой деловой. Уронила в речку мячик. Тише. Плачь. Не утонет в речке мячик. Вот, разглядывает мамины фотографии. Да? Охо. Мама тут, мама, да. Мама с Денечкой там. Да. Ну, вот это вот мой ужин на сегодня. Хотела вообще стакан молока выпить на ночь. Ну, что-то молока не захотела. Захотелось вот йогурта. Можно кефирчика. Ну, мне просто я хорошо, видно, перекусила, что у меня до сих пор я еще не проголодалась. Так что вот попью йогурт, все и спать. Что это? Игрушечка? Игрушка. Пойдем играть. Пойдем играть. Исс. Что это там у тебя внутри в коробочке лежит? У тебя там даже что-то лежит. Игрушка. Скажи всем доброе утро. Скажи доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давай. Давай. Сегодня у нас суббота. Сегодня у нас выходной садик. Мы будем дома играться. Да? Кушать, спать, отдыхать. Вообще погода замечательная. У нас сейчас уже последние деньки солнечные остались. Уже лето позади. Сентябрь. И вот уже последние солнечные дни. Хорошая погода, замечательная. Сегодня у нас день города. Но, к сожалению, мы дома. Так как с Денечкой никуда я в город не поеду, в центр. Будем по телевизору наблюдать. Ну, вот хорошая погода. Кто погуляет, по городу захочет. Класс. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. так люблю когда сидит себе спокойно что-то ковыряется бабушке тогда вообще кайф занят своими делами ребенок а я сегодня на завтрак буду есть дыньку можно ее покушать на полник вот я решила почему-то на завтрак не захотелось ее поесть кстати дыня если кто не знает это продукт несовместимый с другими продуктами это в принципе единственный продукт который нельзя совмещать поэтому его можно есть на завтрак но только без чего-либо другого или на полдник тоже перекус такой но между едой чтобы два часа был перерыв а тут уже сооружение да я сооружил соорудил уже большое такое красивое сооружение молодец давно не играл в этот конструктор я его достала он уже был спрятан далеко а когда игрушку ребенок давно не видит и начинается тогда с новым интересом играть чем бы дитя не тешилась до лишь бы не плакала уже полчаса катается крутится на этом кресле любимое занятие да давай в другую сторону нашел занятие ребенок сегодня день города и очень 10 часов вечера уже салют на театральной площади и представляю как там красиво находиться вообще здорово но чуть-чуть вот нам видно балкона там народное гуляние красота такая рисованием занялся да дентик что там тебе покажи ну это ты ручкой уже вымазал ручки вымазал ручкой что ты там рисуешь день нарисовал что-нибудь уже ручки вымазал до чернила ты пишешь письмо да зайка пишет что-то там рисует ты чё со мной заигрываешь ты пишешь а это а а а а а а а и а и а а Да что это за ребеночек, он хохочет, смеется, заигрывает с бабушкой. Кто заигрывает у нас тут с бабушкой, кто заигрывает? Кто заигрывает с бабушкой льдыни? Кто заигрывает с бабушкой льдыни? Кто заигрывает с бабушкой льдыни? Берет с бабушкой льдыни. Мы в садик собираемся, да? День Мы в садик собираемся Все, сел на стульчик, ждет Пока бабушка поможет обуться Доброе утро всем Доброе утро Еще раз всем доброе утро Денечку я отвела в садик И вот уже наступил долгожданный день Когда наша мама уже возвращается домой Сегодня ночью она должна уже приехать Так что Денечка в садике Я сейчас немножечко уборочку сделаю Приготовлю что-нибудь покушать для дочки В общем я вам показала Все, что могла, все, что удалось снять Пока мама нашей не была дома Пока мы с Деней были вдвоем Ну и на этом я хочу видео свое уже закончить Для того, чтобы его быстрее смонтировать И вам его показать Кому мое видео понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok